Болезнь – это повод задуматься о вечности. Интервью с протоиереем Игорем Гагариным. Справка. Гагарин Игорь родился в 1959 году в городе Харькове. В 1981 году окончил факультет русского языка и литературы Орехово-Зуевского педагогического института. А в 1985 году – заочный факультет английского языка Московского областного педагогического института имени Крупской. С 1981 по 1991 год работал учителем русского языка и литературы в средней школе. В 1991 году принял священный сан и был назначен настоятелем храма святого Иоанна Предтечи села Ивановское Ногинского района Московской области. В 2002 году заочно окончил Коломенскую духовную семинарию. В настоящее время, являясь настоятелем церкви, преподает закон Божий и историю церкви в православной гимназии имени священномученика Константина Богородского. А также ведет занятия на курсах для учителей-преподавателей основ православной культуры. Одновременно преподает православную педагогику в Коломенской духовной семинарии. Женат. Имеет двоих дочерей. Корреспондент. Каждому, на кого обрушивалось тяжелое заболевание, кажется, что произошедшее с ним несправедливо. Является ли болезнь безусловным злом? Или в ней есть какой-то смысл? Я думаю, что ничего хорошего в болезни нет. Назвать ее благом трудно, а представить, как можно ее кому-то пожелать, просто невозможно. Но назвать болезнь безусловным злом нельзя. Иногда это может быть меньшим злом, чем то, которое произошло бы без нее. В некоторых ситуациях болезнь приносит человеку пользу. Я действительно встречал людей, которые благодарны тому, что Господь попустил прийти по этой болезни. Они говорят, благодаря болезни я понял некоторые важные вещи. Без нее я бы потерял жизнь. Самого главного открытия в своей жизни без этой болезни я бы не сделал. Это может относиться и к тому, кто болеет, и к тому, у кого болеют близкие. Потому что болезнь задевает одинаково и самого человека, и его окружение. Корреспондент. Каким образом болезнь помогает человеку что-то понять? Есть древний афоризм. Помни о смерти и вовек не согрешишь. Перед лицом смерти человек все начинает видеть совсем в ином, истинном свете. А когда опасность удаляется, человек возвращается к прежнему образу мышления. Но опыт остается. Все мы знаем, что умрем. Но мало на свете людей, до которых это доходит. Есть истины, которые человек знает умом, но они не доходят до его сердца. Он их не чувствует. Болезнь – это в каком-то смысле частичная смерть. Я бы даже сказал, что если болезнь – это частичная смерть, то смерть – это полная болезнь, в кавычках. Болезнь, доведенная до конца, где от здоровья уже ничего не осталось, – это и есть смерть. Поэтому опыт болезни – это всегда опыт смерти. Больному человеку многое видится по-другому. Ему становится страшно подойти к смерти неготовым. Я вспоминаю одного человека. У него все в жизни было нормально. Были незначительные болезненные ощущения в теле. На которые он не обращал внимания. Потом его проверили. Назвали нехороший, очень страшный диагноз. Врачи сказали, что есть серьезная опасность. Что жизнь скоро закончится. Надо лечиться. И не обязательно лечение будет успешным. Это его потрясло. До этого он о вечности, о Боге никогда особо не задумывался. Отрицать не отрицал. И в то же время, как и многие люди, не нуждался в вере. Такие люди говорят. Может быть и так. Но сейчас меня волнуют совершенно другие вопросы. И я не этим живу. Может, когда-нибудь я дозрею до этого. Но сейчас не вижу особого смысла на этом останавливаться. И когда он подумал, что, возможно, он скоро умрет, он, наконец, понял, что действительно важно в этой жизни. И начал открывать реальность духовного мира. Я убежден, что для каждого человека главными являются вопросы о смысле жизни и о смерти. Человек должен об этом думать. Он должен понять, для чего он живет и чем для него станет смерть. Если человек эти вопросы отодвигает, он не развивается внутренне и может не состояться, как человек. Жизнь пройдет мимо. И когда он спохватится, будет уже слишком поздно. Меня его мысль тогда удивила. Он сказал, если смерть – это небытие, и меня просто не станет, то в этом нет ничего страшного. А если все же там что-то есть? А если есть продолжение? Мне это, знаете, почему понравилось? Потому что люди неверующие обвиняют христиан в том, что христианство – это некая сказка, которую верующие люди придумали себе в утешении. Нет никакой вечной жизни. Но умирать никому не хочется. И чтобы себя успокоить, придумали будто бы такую сказку, что есть продолжение после смерти. Якобы так легче живется. А на самом деле, как показал мой знакомый, это неправда. Для многих все наоборот. Многие как раз заинтересованы в том, чтобы ничего не было после смерти. А если есть, с чем я туда приду, думают они. И он начал над этим не просто размышлять, он начал читать, ходить в церковь. Он уверовал как бы на всякий случай. А вдруг все-таки есть. А если человек вопросами духовной жизни начинает интересоваться серьезно, если он не просто из пустого в порожнее внутри себя переливает, а читает хорошие книги, разговаривает с людьми, которые уже над этими вопросами думали, то тогда он придет к вере. Я думаю, что есть люди, которые серьезно думали о вере, но так к ней и не пришли. Но в большинстве случаев человек приходит, потому что аргументы за то, что есть Бог, что есть вечная жизнь, убедительнее, серьезнее и глубже, чем аргументы против. Но заняться вопросами веры всерьез в обычной жизни сложно, и они отодвигаются. А при болезни у человека появляется потребность разобраться в жизни, в смерти, в вере. Не у каждого, конечно. Я знаю, многие и в болезни так ничего и не поняли. Я бы не хотел сказать, что смысл болезни только в одном. Я уверен в том, что есть много разных смыслов. И в каждой конкретной ситуации болезнь бывает попущена Господом с разной целью. Но я думаю, что чаще всего болезнь входит в жизнь человека, чтобы заставить его серьезно задуматься о том, о чем он должен был думать всегда. О смысле своей жизни, о своей причастности к Богу, о вечности. В этом отношении мне очень нравится первая глава книги пророка Исаии, когда Господь обращается к своему народу, который, будучи избранным, как мы знаем, из Ветхого Завета, был недостоин этого избрания. Народ то и дело удалялся в идолопоклонство, в какие-то другие вещи, уходил от своего Творца. И вот Господь говорит такие слова. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев сны погибельные. Оставили Господа, презрели Святого Израилева, повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло». Книга пророка Исаии, глава первая, стихи с третьего по пятый. В этих словах есть кажущееся противоречие. С одной стороны, слова жестокие. С другой стороны, понятно, что они вызваны только любовью. Господь видит, что Его любимое чадо, Его народ, который Он избрал, выбирает не жизнь, а смерть, потому что жизнь только в Боге. Те слова, с которыми Господь обращается к Израилю в Ветхом Завете, уже в наши новозаветные времена, можно произнести по отношению к каждому отдельному человеку, когда Господь как бы говорит, «Ну, что тебе еще нужно, что мне еще сделать, чтобы ты наконец понял, в чем твоя жизнь, в чем твое спасение?» Мы, прежде всего, говорим о болезнях, которые предполагают вероятность смерти. Если человек страдает от болезни, которая доставляет ему массу неприятностей, но при этом он знает, что от нее никто не умер, это не так действенно. Человек ропщет, но будет терпеть. А когда есть реальная опасность либо умереть, либо стать калекой, прикованным к постели, то тут становится страшно по-настоящему. Если смотреть на жизнь так, как это происходит у большинства, что есть только земная жизнь и ничего другого нет, а смерть это полное уничтожение, то болезнь, которая может приблизить смерть, это ужасно. А если понимать, что земная жизнь это только преддверие, что на земле мы только учимся жить, что смерть не завершение, а скорее наоборот, как роды для младенца, который был в утробе, то все меняется. Дело не в том, что смерть наступит раньше или позже, а в том, будет ли за этой смертью жизнь, или же будут тьма кромешная, холод и полная пустота. Вот это гораздо важнее. Это понять очень важно, чтобы человек взглянул на смерть не как на выход, а как на вход. Корреспондент. Допустим, больной человек хочет принять то, о чем вы говорите, но это для него очень ново. В каком направлении ему двигаться? Что ему делать, чтобы изучить этот смысл, чтобы его принять? Мне думается, что самый главный источник смысла это Евангелие. Мне недавно рассказали об одной женщине, которая болела раком. В больнице с ней оказалась христианка, которая дала ей Евангелие. Та стала его читать. У нее были какие-то вопросы. Ей помогали в этих вопросах разобраться. И это перевернуло все в ее жизни. Она стала молиться, обращаясь к тому Христу, о котором она читала в Евангелии. И произошло чудо. Это происходит далеко не всегда, но с ней это произошло. Она выставила. Более того, она не только сама выставила. Об этом мне рассказывал ее муж, который до этого был алкоголиком. Он сказал, «Моя жена выставила, и она так уверовала, что после этого стала молиться за меня каждый день. вот меня приносят домой пьяного, укладывают в постель, а она худого слова не говорила, а каждый день в семь часов вечера вставала на колени и молилась за меня». ровно через год, день в день, с того времени, как она начала молиться, он бросил пить. Он почувствовал, что все, хватит, делайте со мной, что хотите. Он почувствовал, что он умирает, что еще немного, и начались бы необратимые процессы. Такие совпадения важны, потому что через эти совпадения Господь показывает нам, что это не случайное совпадение, что это все под наблюдением. Корреспондент. Через сколько времени он это вам рассказывал? Года три или четыре прошло. У него сейчас все нормально, совершенно другая жизнь. возвращаясь к этой женщине, я хочу сказать, что самое главное это чтение Евангелия. И желательно, чтобы рядом был человек, который может что-то пояснить. Хотя мне многие жалуются, что ничего не понятно и так далее, но это неправда. Значит и не пытались. Евангелие простая книга, достаточно ясная. Я всегда советую начинать с Евангелия от Луки. Евангелие от Луки больше всего похоже на ту литературу, к которой привык современный человек. Для меня важно убедить человека, чтобы он хотя бы один раз открыл одно из четырех Евангелий. Прочитал, чтобы он знал хотя бы общий сюжет. А уж дальше моя задача как священника объяснить те или иные места, показать какое отношение имеет то, что мы прочитали в Евангелии к его жизни. Почему больным хорошо читать Евангелие? Большая часть чудес, которые совершал Иисус Христос, это исцеление больных. Через Евангелие проходят сквозной линией истории о том, как люди обращаются к Христу в тяжелых болезнях, и Господь их исцеляет. Это укрепляет надежду больного. Если он исцелил и слепорожденного, и того, и другого, и третьего, то почему и я не могу обратиться к нему, и тоже надеяться и ждать исцеления? А где обратиться, понятно. Можно пройти к нему прямо сейчас в церковь, то место, где происходит встреча человека со Христом, и где он может с таким же дерзновением просить о помощи, об исцелении, с каким просили те, кто приходил к нему в его земной жизни, описанной в Евангелии. Понятно, что читать стоит не только Евангелие. Сейчас есть много хороших книг. Я бы посоветовал книги митрополита Антония Сурожского о болезни. Владыка Антоний по профессии был врач. До того, как стать священником, он много трудился на этом поприще. Поэтому я бы особенно выделил его книги. Например, книга «Болезнь и смерть» и многие другие. Вообще, глубоко и убедительно, о болезни могут писать или те, кто сам пережил болезнь, или врачи, или те, кто имеет большой опыт ухода за больными. Многим, думаю, поможет книга протоиерея Михаила Овчинникова «Терновый венец болезни». Опыт преодоления рака. Прекрасно также книга святителя Игнатия Брянчанинова о болезни и смирении. Овчинникова «Терновой